На теле! Всем привет, ребят! Сегодня у нас набор Хогвартс Пушистая встреча. И это первый набор из новой серии Лего Гарри Поттер. Посвященная 20-летию Гарри Поттеру. И тут есть золотая фигурка. Гермион и Грэнджер. И еще тут есть три фигурки главных героев. А также тут есть Пушок и Замок. На самом деле этот набор мы больше брали из-за Замка, но... Пушок тоже крутой. Это русский Змей Горыныч. И досмотрите до конца. Лего-вцы говорят, что здесь несколько модулей, которые можно комбинировать сами с собой. По-разному переставляя их, получая разную конструкцию. Я правильно тебя понял? Да. То есть смотрите, есть крыша какая-то, ее можно поставить куда-то сбоку. И можно вот эти модули друг на друга ставить. Но можно собрать и по-другому. Да. Тут есть башня. И тут есть большой замок. Сейчас башни стали опять зеленые. Наверное, не просто решили продолжить традиции. И решили сделать вот так вот. Они его делают точно в таком же свете, как это было сделано много лет назад. Вот посмотри, здесь в самом левом нижнем углу есть еще какая-то таинственная напечь. Открываем. Старый пакет. Первый пакет. Наклейки. И вот такая вот инструкция. Совсем небольшая, тонковатая. Соберем быстро. Да. А также третий пакет. Мне больше всего хочется собрать пушка. Мне кажется, это самая крутая достопримечательность этого набора. А тебе, Тимка? Мне тоже очень нравится. Это пушок, он охраняет философский камень. У него есть три головы. Одна голова злая, вторая голова непонятная, а третья спящая. Переходит от сна к агрессии, да, получается. Здесь он такой уже агрессивный, с горящими глазами. А здесь такой еще немного спящий. То есть голова одна проснулась, а две еще не до конца. Мне кажется, что ноги у него какие-то смешные. Но посмотрите, что это за ноги. Он какой-то немножко несуразный. Как-то комично выглядит. И с головой, и с тремя головами вообще как-то не сочетается. Ну, это сборная фигурка. Еще у пушка есть такой вот маленький хвостик. Ну, в общем, мне эта фигурка нравится. Ну, вот, Тимка оценивает ее позитивно. А как вы? Это золотая фигурка Гермиона Грейнфа. На самом деле, эти фигурки пошли еще из ниндзяга. Там тоже в честь десятилетия ниндзяга были выпущены золотые фигурки всех ниндзя и их наставников. И, видимо, леговцы решили, а что, у Гарри Поттера же скоро будет 20 лет. Тогда давайте мы опять сделаем золотые фигурки. И у каждой фигурки есть надпись 20 лет. Это делает фигурку просто уникальной. У нее есть золотые волосы, золотое тело, золотое лицо. Золотая уши на палочке даже. Вообще все золотое. И даже подставка не черная, а тоже золотая. Причем мне кажется, что фигурка вот именно Гермиона Грейнджер, она очень как-то удачно получилась. Посмотри, какая получилась симпатичная девчонка. Посмотри, и у нее эмблема есть, и костюм прям он хогвартский. Вообще, как бы она выглядит очень интересно. И волшебная золотая палочка. То есть все-все-все очень круто сделано. Ребят, ну смотрите, теперь очень хорошо видно ее спину. На спине написано, Лего Гарри Поттер 20 лет. Вот именно за эту волшебную надпись цифрами 20 мы, собственно говоря, ценим эту мини-фигурку. Это Гермиона Грейнджер. В этом наборе она встречается уже второй раз. И когда леговцы два героя в одну коробку никогда не клали. И вот теперь получается Гермиона Грейнджер дважды, и другие герои тоже будут дважды. В виде золотой фигурки и в виде фигурки обычной. Здесь Гермиона выглядит почти так же, как и Гарри. Они практически одинаковые. Включаются они только лишь лицами и волосами. Волосы у нее такие уже были. Лицо точно такое же и осталось. У нее есть другая сторона с ухмылкой. И вторая такая расстроенная, испуганная. Все-таки они пришли к Пушку и все время не ожидали, что... Он такой страшный. Это Гарри Поттер. У него есть новый костюм. С эмблемой Гриффиндора и гриффиндорский галстук, да? Я думаю, что это лицо можно назвать испуганным. Ты как думаешь? Да, потому что, видимо, Гарри Поттер, он испугался Пушка и решает, как ему сбежать. Ноги маленькие, не складывающиеся, да? Зато у него есть волшебная палочка и два выражения лица. Давайте посмотрим на его второе выражение лица. О, ну здесь оно такое доброе. Удовлетворенное. Да, улыбающиеся. Такое даже немножко с усмешкой. Да, на лбу у него вот такой вот шрам. Это, наверное, самая-самая стандартная голова Гарри Поттера. Это Рон. У него тут есть такой плащ, рубашка, жилетка. Как будто бы с усмешкой смотрит. Ему все нипочем. Тимка говорит, что на нем надет плащ. И я, наверное, с ним согласен, потому что это видно по его капюшону, который мы видим сзади, да? То есть, потому что в этих маговских плащах они, наверное, могут творить свои чудеса. Так, вот этот капюшон, как раз, наверное, говорит о том, что на нем не пиджак все-таки, да, надет? А именно надет на нем плащ. У него есть два лица. Два лица. Одно испуганное. И вот такой вот улыбающийся, да, с ухмылкой спереди. Это Рон из серии мини-фигурок. Они похожи, и в то же время и лица у них, да, различные, и волосы у них различные. Хотя, какое-то сходство, ну, жилетки в данном случае нет. И даже рост. И даже рост. Ну, тоже действительно он в этом маговском плаще. Ну, Тимка молодец. Молодец, четко заметил, ребят. Так что, да, действительно, фигурки и похожи, и не похожи одновременно. Круто. Каждый набор входит по несколько карточек. В этом наборе их было две. В этом наборе нам попались две карточки. Хельга Хаффлпав и Годрик Гриффиндор. Ну, мы считаем, что вот эта Хельга Хаффлпав в нашем переводе, она должна звучать как Хельга... Пушиндор. Как Гаритинка. Образ, нарисованный на гербе, как раз является барсуком и пчелой. Да? Да. То есть, такие черно-желтые цвета от пчелы и барсук, как животное, которое Хельга выбрала в качестве своего символа. Вот такая вот у нас получилась крепость. На самом деле, это похоже на замок Хоббарс. Это вот прям вот... Вот этот вот свет похожий, балкончик похожий. Вот этот вот герб похожий, камни похожи. Ну, короче, это были ты Хоббарс. Повторение тех наборов, да? Которые были выпущены много лет назад. Можно снять шпиль. И можно распить два блока башни. И тогда можно их собрать вот так вот. И это будет какая-то уже крепость. И это нашла настройка. В одно мгновение Димка превратил одну конструкцию, совсем в другое. И это, между прочим, как раз один из элементов этого набора. Возможность пересобирать между собой разные модули. Тут есть балкон. Еще тут есть главный зал. Еще одна комната. И крыша башни. Вот такая двухэтажная стена. Снизу как красиво сделана такая решеточка. Но арфа-то как раз рядом с пушком была где-то, ведь, да, по идее? Да, но тут я ее убрал, потому что она просто не влезает. Пушок он слишком большой. К тому же тут есть балка. Ее специально лего-вцы убирают, чтобы можно было этому пушку вообще быть в этой комнате. Так что с размерами пушка это как-то не вяжется. Пушок прикольный, но с его размерами это не вяжется. То есть набор слишком маленький для него получается, да? Если приглядеться к полу, то мы найдем открывающийся люк. Если провалиться через этот люк, то вы попадете в дьявольские селки. То есть это такие растения со щупальцами, которые позволяют схватить того, кто проникает в эту комнату, да? Да. То есть поймать и не дать ему уйти. Если человек начинает сопротивляться как-то, напрягаться, то эти дьявольские селки могут его задушить. А если человек начинает расслабляться, то тогда дьявольские селки его просто отпускают. А еще они боятся света. И рядом еще одна комната. Да, там у нас хранится арфа. Но на самом деле эта комната для нее не очень предназначена. Давайте ее достанем. Арфа, конечно, интересная. Но, честно говоря, со струнами тут не все в порядке. Они какие-то оборванные. Не до конца, да, ты имеешь в виду? Ну да. Ну это типа флажка какого-то или что это такое? Ну да, это такой прозрачный флаж, на который прикрепили наклейку в виде струн. Это, наверное, первая арфа-лега. Вверху есть вот такие вот два красивых фонаря. И это в виде сделана свеч. Они тут почти что догорели. И тут есть такие вот красивые подсвечники, которые крепятся на специальные детали. С другой стороны мы видим замечательный такой герб всего кого-то, да? Да. И вот такие вот, не знаю, амбразуры или какие-нибудь, что это окна такие узкие, да? Да, для средней, видимо. В готическом стиле. Красиво. Ну что, вот разберешься, берешься, перестроим снова пашенку. Ура, готово. Буквально 30 секунд. И вот перед вами уже совсем другой вид этого помещения с башенкой. Ну что, в башенку заглянем теперь? Да. В башенке есть странная колбочка с каким-то флаконом зелья. Еще там есть свеча. И что-то непонятное между листьями и глазами. Посмотри, какие там интересные на стенах рукописи какие-то явно-то нестинные. Да, есть какие-то странные знаки. Но, наверное, это все-таки больше какое-то здание для телескопа. Потому что там, вероятно, будет что-нибудь такое телескопическое. Интересная вот эта верхняя часть. Посмотрите, какой у нее шпиль, да? Шпили такие раньше были или какие-то другие? Или их вообще не было? Да, такие шпили уже раньше были. И они встречались очень много где. Даже в последних наборах, которые мы видели? Такой вот кабинет. Ну и вот так на столе тут стоят какие-то снадобия. На самом деле, таких наборов будет три. Это основной набор Хогвартс и Тайная комната. Смотри, золотая фигурка сделана в виде... Болон-де-Морта. Болон-де-Морта. Крутой набор, мы его очень-очень ждем. Второй набор, это наш набор Встреча с Пушком. В нем основная фигурка, это Гермиона Грэнджер. И третий набор, это зелье Трансфигурации. То есть, получается, что с помощью него тоже можно будет построить единый общий большой замок. И получится красота. Этот набор, по-моему, очень прикольный. Потому что тут есть большой такой пес. То, что тут есть 20-летняя фигурка. И то, что тут есть три главных героя. К тому же тут есть всякие разные интересные детальки. Например, вот такие вот колбочки. Арфы кому-то, это интересно. И, ну, это просто без самой постройки. Типа, замок можно будет взять, перестроить. Как-то вот так вот взять, подцепить. Потом еще как-нибудь. Короче, начать перецеплять. И, наверное, в некотором это интересно. Мне тоже это интересно. И, по-моему, набор прикольный. Я с Тимкой согласен. Набор мне кажется очень интересный. Мне очень нравится, что из него можно будет потом его расширить дополнительным элементом из тайной комнаты. Да? Да. И сделать еще больше, а потом еще пристаковать к нему еще другой большой набор. И вот тогда-то мы получим настоящий большой замок. А если мы его еще совместим с замком из прошлого года. Это получится вообще супер. А если еще добавим своих маленьких китайских наборов зеленой крыши, будет вообще фантастика. Да. Так что оставайтесь на канале. А на этом я с вами встречаюсь. Всем пока. Пока, ребят. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok